В Актобе грандиозная модернизация старых домов обернулась скандалом. Подрядчики разобрали крыши двухэтажек, чтобы заменить шифер, но не учли погодных условий. В итоге из-за сильных ливней затопило 40 квартир. Люди вынуждены бегать по комнатам с ведрами, чтобы хоть как-то спастись от воды. Кто теперь восстановит ущерб, выясняла Динара Уркумбаева. Татьяна Яшникова до сих пор устраняет последствия ночного потопа. От недавно проведенного ремонта не осталось и следа. Все залито водой, она течет с крыши, которую начали ремонтировать две недели назад. Не бывал он модернизацию за счет спонсорских средств затеяли чиновники. Обещали безвозмездно обновить фасады хрущевок и поменять кровли, но люди такой благотворительности теперь не рады. Мебель вся, вся она поднялась, и это мебель. Как теперь нам быть? Для меня это лично, как я хозяйка, для меня это удар большой. Как выяснилось, в таком же положении еще как минимум три соседних дома. Там тоже начали модернизацию, но в итоге ремонт теперь требуется самим квартирам. Из-за проливных дождей их затопило в общей сложности больше 40. Вода побежала с крыши, которую не успели закрыть. После потопа обваливаются потолки, намокли стены, пострадала мебель. Постель и мебель, все плывет, и подъезды все залиты, и квартиры залиты, свет сейчас отключили. Наверное, обрушатся потолки. Дом старый, ему 65 лет, он с 56-го года. Люди не понимают, как теперь жить в сырых квартирах. Подрядчики же оправдываются, а ремонтировать одновременно несколько домов непросто. А еще винят погоду. Мол, дожди пошли не вовремя. Тем не менее, обещают восстановить ущерб за собственный счет. Были затруднения с материалами. То есть поэтапно, поочередно. По мере возможности закрывали все дома. Ну, видимо, этот дом в связи с погодными условиями мы не успели. То есть подряд на организацию закрыть. Будет составляться общий ущерб. И, я думаю, по мере возможности будет все, все ущербы будут возмещены. Потоп спровоцировал скандал уже между соседями. Люди теперь винят друг друга. Крайними остались те, кто поставил подпись и согласился на бесплатную модернизацию. Динара Уркумбаева, Мирамбек Семанов, КТК, Актубе.